МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так выглядит наш увлекательный путь к альпийским лугам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот мы и добрались до Майкопа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выехали из столицы республики Адыгей и движемся на юг. Всему Ярославлю привет! И адыгейскую песню! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ай, хорошо, всем привет. Сегодня с вами Вану и Гоги. А-та. А-са. А-ра-а-эс. А-а-а. Я хочу кушать мясо. Буду сейчас резать барана вот этим ножом, понимаешь? Ту-ту-ту-у! Гонг зовет нас дальше. А-ха-ха-ха. Понятно, да? Я здесь 15 лет. Людей, чтобы голова болела, она мне не надо. А вот эта маленькая, это тоже медовуха? Тоже медовуха, я дам попробовать. Маленькую мне дайте, я попробую. Да я вам дам попробовать. Нет, пробовать не надо. Чего не надо, глянь. Да я попробую. Халява же, ну! Халява. Халява. Тогда пробуй. 300 рублей. Янтарь обработанный. Лыкайте, девчат, не жалко. Да чего вы боитесь в 6 градусов? Ну, тогда не было миксеров. Они, наверное, в ступе толплю. А живут так, чтобы поживешь толпы. А что это за корень? Нет, тричник корень. Кавказские женщины. У каждого есть интернет, залазите, смотрите, все там вам расскажут. А вот, чтобы когда копать, я покажу. Потому что их там два, старые работают в обратку. Ему хабуешь. Так что не тот копнешь, и все. Кажется, мы нашли идеальное место для пирушки, но расслабляться еще рано. Всем привет. Хочу представить вам моего друга. Школьного. Школьного друга Юрка. Местного горца. Он нам показывает здешние красоты. Сколько мы с тобой не виделись? Мы с ним очень давно не виделись. Лет, наверное, 15. Лет 15. Со школьных парт и скамеек. Я тогда еще был не столь лысый, как сейчас. Года взяли свое. Не молодеем, годы бегут. Направляемся к плато Лагонаки. Скоро доедем уже минут 20, ну, либо 15, и уже будем на месте. Да, наслаждаемся красотами. Покупаем настойки, чаи. Конечно, природа просто потрясающая. Столько зелени, такие пространства, горы. Богата земля русская на красоты. Да. Но это пока еще не столь такие красивые места. Будут лучше. Я покажу. А как называется вот именно этот пятачок? Не знаю. Не знаю. Ну, это, дядя Леша. Мы заехали к дяде Леше. Мы заехали к дяде Леше. Покушать шашлычка, выпить чайку. Очень вкусный травяной сбор он делает. Сам лично. Ходит, собирает, заваривает чай. Чай 10 рублей. Недорого, чем обычный какой-то липтон. За 30-ку будете стаканчик брать где-то. Липтон как сено, разведенное в кипятке. А этот без сахара пьешь. Прям такой густой на вкус. Чувствуется, что что-то там полезное. Такие пироги. Кузя, Кузя. Кузя. Рекомендуем вам заехать в эту лавку. Навести дядю Лешу. А ты знаешь, дядя Леша уже здесь надоело. Я на рыбалку хочу. Ищите его на берегах реки Кубань. Да ладно прям. Кубань, дядя на месте. Мне надо ловить там, где ее разводят. Нафиг мне эта Кубань. На рыбных фермах ищите. Да. Покажи какие настоечки есть. Валая, Виагра. Самое главное. Ты сейчас не под ней? Нет. Я не пью никогда. Не делаю, ребята, наливки, не делаю настоеки. Потому что спирта хорошего нету. Я не хочу. Ну, взял. Нормально было. Надо савил. Савагон. Ласточка. Ласточка. Масок. Ласточка. Ласточка. И па-па-па-па-па. алекс такой вот опасный кадр 10 килограмм айфон впился когатком пещера многоуровневая следуя по оборудованному пути мы то опускались то подымались на новый ярус большая азишская пещера интересно своими натечными образованиями экскурсовод подсвечивая фонариком то и дело выхватывал с темноты причудливые образы зверей людей птиц и других удивительных персонажей гуляю по карстовой пещере который миллионы лет конечно потрясающие виды кругом стелоктиты стелогниты древность ионизированный воздух самоочищающийся прелесть ну вот мы наконец-то приехали в лагунаки вы только посмотрите какие виды горы зелень устроили тут пикник сидим трапезничаем картина казаки пишут челобитную турецкому султану коньячок бутербродики тушеночка гречка знаменитая плата поражает цветением альпийских лугов, красотой ландшафтов, реликтовых лесов и бурливых рек настоящий рай для путника и ищущего единения с природой я питаюсь воздухом я им пьян жадный до воздуха Иван напился чистого кислорода я не то что пьян, я напухался этим воздухом кайф сегодня очень ясная погода светит солнце отличная вина горы здесь потрясающий хребет с погодой нам явно повезло хорошо что не пасмурно хорошо что нет дождей и туч наслаждаемся этим ветром не хочется спускаться вниз какие там другие города хочется остановиться здесь на природе Юра как тебе вообще нравится жить в Майкопе? да нормально люди в общем душевные добродушные щедрые и здесь ну нормально красиво в общем ты же жил какое-то время в Ярославле да жил можешь как-то сравнить людей вообще как быт жизнь могу в общем люди там даже допустим они и вот у меня был такой случай в Ярославле в магазине это бабки какой-то этот не додали 50 копеек так там такой скандал был а у нас на это даже внимание не обращают ну там мелочь там 3 рубля у нас не берут никогда то есть люди не такие мелочные да более щедрые да и люди они добродушнее чем допустим в Ярославле поразговаривай там пообщайся и поймешь сам так что ждем вас здесь приезжайте а куда ездят отдыхать вообще местные люди на море Лазаревское там еще Джугба и в Сочи и в горы все приезжайте отличное место Юра рекомендует я буду гид если что обращайтесь на вот этой ракете он сзади нас берет недорого вот его ракета Гранта красавица чистенькая ну все до новых встреч закат начался красота кто-то тут сказал он самый красивый в мире и тут люди собрались его ждут кстати люди подъезжают посмотреть закат я спрятал бутылочку кубанского вина в горах чтобы когда-нибудь обязательно вернуться за ней купили адыгейского копченого сыра а также сулугуни и мацони прихватив домашнего коньячка и медовушки вот и перевернулась еще одна страница адыгейской летописи свежий воздух красота это лагонаки приезжайте и увидите все сами лагонаки до новых встреч ваше до новых встреч до новых встреч